Здравствуйте. Моя сегодняшняя героиня известная актриса и режиссер, которая уже много лет своей творческой работы отдала Нижегородскому театру комедии, Надежда Ковалева. Добрый день. Здравствуйте. Повод поздравить режиссера и повод поздравить театр. Комедия пригласила зрителя на свою очередную премьеру. Спектакль называется «Братишки», и он создан по пьесе очень известного, пожалуй, проходящего в варианте бестселлер-драматурга Рея Куни. Причем это единственная пьеса, которая была написана им совместно с сыном Майклом Куни. Вот эти самые братишки. Даже до того, как вы придете в театр, вы можете быть уверены, что это наверняка комедия положений, наверняка юмор просто на грани, а все остальное зависит от того, кто и как поставит. И вот у меня первый же вопрос. Надя, знаю, что у вас в руках такой полноценный, концентрированный анекдотический материал. Не боялись ли вы не дотянуть внутренним весельем и дать его так, как задумывал автор? Боялись. Боялись. Ну, во-первых, подобралась компания актеров хороших, тех, которые чувствуют этот материал и которые могут воплотить его. Это во-первых. Во-вторых, Куни, он очень коварный оказался. Я первый раз с ним сталкиваюсь. Как актриса не первый раз, а вот как режиссер первый раз. И вообще Куни – это достаточно коварный режиссер. Потому что, кажется, когда его читаешь, то смешно и будут смеяться, а когда начинаешь выстраивать, понимаешь, что что-то как-то... Читать одно, а показать. Читать одно, да, а показать другое. Создать вот эту ситуацию на сцене с помощью актерской игры, именно создать ситуацию, довести до нужного градуса, накалить эту ситуацию, и потом с помощью зрителя разрядить ее или усилить еще больше. Вот это вот оказалось сложно. Но интересно. Что касается подбора актеров. Ну, мы знаем, что каким бы толковым ни был деспотичный режиссерский ум, без инструмента ты не сделаешь ничего. Комедия обладает большим цветником молодых, самобытных, очень как бы читаемых, отличаемых друг от друга актеров. Здесь же было занято, ну, вот, три брата – полицейский, русский, еще два человека и, так сказать, две дамы. Каким образом вы из всех ваших ребят, из всей труппы, отбирали вот эту ключевую тройку непосредственно братишек? Что здесь было главное? Много ли было, может быть, прям с актерской стороны просьб? Надь, ну вот это я, ну я, не надо искать дальше, возьми меня. Нет, не было. Вообще не было. Скажу так. Актеры по-разному воспринимают материал, и по-разному этот материал воссоздают. И вот есть актеры, которые чувствуют этот материал больше, чем остальные, скажем так. Которые… Это нельзя назвать глубиной, неглубиной, поверхностным каким-то существованием. Это актеры, которые больше воспринимают форму, скажем так, которые могут воссоздать эту форму, которые могут эту форму продержать на протяжении всего спектакля. Которые могут в этой форме в острой существовать лучше остальных. Вот поэтому и такой выбор у меня случился именно этих актеров. Я невольно, как это всегда бывает, когда после спектакля стоишь в гардеробе, ты всё равно слышишь вокруг себя какие-то обсуждения, какие-то отзывы. И вот меня зацепило то, что я услышала… Мне же показалось, но я ещё не успела это сформулировать словесно, а две дамы за моей спиной говорили о том, что, ну надо же, они рискнули на роли второго плана поставить настолько самостоятельные и известные единицы, что как, наверное, тяжело было мальчику, исполнявшему главную роль. Вот. Что касается, вот немножко отдельно, спойте песню главному герою, а потом актёрам второго плана, которые справились с ролью на уровне первого. Руслан, он очень хороший артист, на мой взгляд, актёр, подающий надежды. И актёр, который тоже знаком с тем, как нужно существовать на протяжении всего спектакля в заданной форме. Но, вот знаете, есть роли второго плана в комедиях Куни – это роли, которые приносят что-то, а есть роли первого плана – это роли, которые отыгрывают тех, кто приносит. И вот этим отличается роль Руслана от всех остальных ролей, и она поэтому самая сложная роль. То есть фактически она концентрирует в себе всю эту компанию. Да-да-да. Он должен… Это они приносят события, это они приносят идеи, это они закручивают вот этот вот сюжет, это они там наворачивают это всё. А его задача – оценить и попытаться это разрулить. Он работает на отыгрышах, отыгрывает этих актёров, и это очень сложно. Он справился со своей задачей. Ставить новичка на равных в пинг-понг пару с профессионалом, по сути. Ну, он не такой уж новичок, на самом деле. Он работает уже, что он профессионал. Но на фоне Михаила Булата, на фоне Кондратьева, на фоне Ерина, на фоне обожаемой мной Татьяны Киселёвой, которая играла главную женскую роль. То есть это, наверное, серьёзная ответственность. Что касается… А мне кажется, что даже вот не было у него такого, чтобы он об этом думал. Там время было до такой степени… Если бы подумал, всё. Да, до такой степени было мало, что от текста и всего остального ситуации, мизансцен было до такой степени много, что… Просто если ты будешь заниматься самооцениваемым, то тут вряд ли что-то удастся. Это нужно просто работать, работать, работать. Он так и делал. Ну вот, простите меня за вопрос, но я не могу его не задать, потому что… Ну, так сложилось. Этого никто не мог предположить. Но отчасти те ситуации, те мизансцены, которые в течение всего спектакля мы видим на сцене, они очень совпадают с ситуацией, которые последнюю неделю не сходят с экранных и граничных полос. Я имею в виду вот историю с расчленёнкой, с питерской, которая у вас-то в таком бытовом комедийном формате, но тоже имеет место. Правда, по счастью, без криминала. Вот когда вы узнали об этой новости из СМИ, вы не схватились за сердце, что ах, как не вовремя в нашу премьеру комедии? Прям вообще было не до этого, скажем так. Не успели испугаться? Не успели испугаться. Просто делали своё дело, и всё. Как вам первая реакция публики? Вот в каком плане? Мне кажется, что всегда человек, когда ставит спектакль, он чётко знает, где должны засмеяться, где должны схлипнуть. Совпадал ли зал с вашей внутренней протитурой? Да, где-то совпал. А где-то зрители смеялись там, где мы даже не ожидали, что они будут смеяться. Немножко о человеке, который сделал музыку, немножко о человеке, который придумал вот эту, как мне кажется, не особо дорогую, лаконичную, но удивительно органично получившуюся декорацию. Декорация Борис Шлямин. Всё, нет вопросов. Да, а музыка Рита Кузнецова, завмузыкальной части нашего театра, которая всегда на все 100%, на 200, на 300 выполняет свою работу, которая очень большой профессионал и человек, который любит своё дело. И это видно. Ну что, тогда остаётся пожелать вам, хорошего зрителя и хорошей прессы, театру как можно дольше в афише существования вот этой работы и резюмировать, что Ковалёва – это человек, который всегда подбирает правильную команду. Пусть так и будет. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин